Вождь мировой революции этой ночью снова вернулся на финляндский вокзал в Санкт-Петербурге. Взорванный год назад памятник, после реставрации заново установлен на постамент. Ленин, говорящий с броневика, был открыт 7 ноября 1926 года, пережил войну, выстоял в блокаду. 1 апреля прошлого года скульптуру подорвали вандалы. Из Санкт-Петербурга Павел Мельников. Церемонию возвращения памятника почему-то решили провести глубокой ночью в присутствии многочисленных СМИ, городских чиновников и простых гуляющих отреставрированную скульптуру вернули городу. Немногочисленные последователи идей Владимира Ильича приехали, как они сами выразились, проверить, что с памятником все в порядке и что это тот самый памятник. Работы реставраторов остались довольны. Похож. Лучше делать было бы это днем. С оркестром, с курсантами, с ветеранами, с зарубежными делегациями. Ну и так тоже хорошо. Процесс восстановления памятника занял ровно год. Скульптуру нужно было вернуть на место до 22 апреля, до 140-летия, со дня рождения Володи Ульянова. Реставраторы уложились, хотя пришлось взять десятки проб бронзы. Подтвердилась легенда, что на этот памятник собирали буквально с миру по нитке. Ленин отливали из отдельных фрагментов. Он состоит из порядка 10 отдельных фрагментов. И в чайни отливались, видимо, в разное время, с разных кусков материала. Говорят, что отливали ее из кастрюли, из чайников медных, из гильзы. Реставраторы впервые столкнулись с такой проблемой. Скульптуру пришлось восстанавливать после взрыва. 1 апреля 2009 года в Санкт-Петербург впервые увидел финляндский вокзал с такого ракурса. Боронка диаметром около метра. Сначала говорили, что в памятник стреляли из гранатомета, но взрывотехники установили. Это было безоболочное взрывное устройство, эквивалентное 300 граммам тротила. Его кто-то прикрепил сзади, под плащ вождя. Уголовное дело завели сразу, но злоумышленников не удалось найти до сих пор. Дело было возбуждено, его вел следственный комитет. Занимались вполне серьезные правоохранительные органы. О результатах расследования я вам ничего не могу сказать. Теперь он также смотрит с площади в сторону Невы. Осталось только отреставрировать постамент. Памятник вождю мирового пролетариата установили на площади у финляндского вокзала еще в 1926 году. Он пережил войну, выстоял их блокаду и даже после покушения вернулся на прежнее место. Как говорится, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. К тому же милиция Санкт-Петербурга пообещала усилить охрану этого памятника. Как никак это памятник федерального значения. Павел Мельников, Алексей Сосырин и Дмитрий Лукашевич. Вести. Санкт-Петербург. Санкт-Петербурга пообещала. Санкт-Петербурга пообещала.